Библейский портал экзегет.ру представляет Братья и сестры, мы сегодня оканчиваем изучение Евангелия от Луки. Сегодня мы будем читать последнюю главу этого Евангелия. Итак, 24 глава Евангелия от Луки. И первая тема – Воскресение Христово. И мы читаем. В первый же день недели очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу вместе с ними некоторые другие, но нашли камень, отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тела Господа Иисуса. Итак, здесь говорится о том, как жены-мироносицы приходят ко гробу, и они входят в этот гроб и видят этот гроб пустым. Мы знаем, что есть мавзолей, где лежит Ульянов Ленин в Москве, в Мекке есть могила Мухаммада, основателя ислама, в Лондоне есть могила Карла Маркса, и все эти люди лежат своими останками. Но есть гроб Господен в Иерусалиме, который пуст. Он пуст, потому что смерть не могла удержать Христа Спасителя во гробе. Он пуст, потому что Христос воскрес. И для нас, христиан, очень важно осознавать, что Господь наш жив, и как живой, принимающий деятельное участие в нашей жизни, Он благодатью Своего присутствия не покидает нас. Сказано, где двое или трое собраны во имя Его, там Он посреди. Христос посреди общины верных, которые читают Евангелие, исследуют Его, причащаются Его тело и крови. Когда каждый раз за божественной литургией читается Евангелие, мы должны воспринимать это чтение, как будто мы слышим голос самого Христа. Так учили святые отцы. Итак, мы видим, что женщины приходят на гроб с ароматами, потому что в пятницу Христа хоронили поспешно, ибо наступала суббота, и тело не было обмыто, и не было смазано ароматами. А теперь давайте вспомним, что когда волхвы принесли дары младенцу Христу, они принесли золото, ладан и смирну. Как раз смирна она входила в состав благовоний для натирания тела усопшего человека. Золото ему принесли как царю, ладан как господу, а смирну как человеку, которому надлежало умереть. То есть волхвы на самом деле, они были посвящены в тайну жизни Христа значительно больше, чем мы можем предполагать, потому что они знали, что он Господь, то есть Бог, они знали, что он царь царей, они знали, что ему предстоит умереть. Поэтому они приносят золото, ладан и смирну. Когда же недоумевали они о сём, о том, что гроб пуст, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах плестающих. Это два ангела. И когда они были в страхе и наклонили лица своих к земле, то есть жены мироносицы испугались ангелов, сказали им, ангелы обращаются к ним, что вы ищете живого между мёртвыми. Действительно, Господь наш жив, и Он жив для каждого из нас. Если все известные люди лежат в могилах, в прахе и в тлении, то Господь наш воскрес, и мы не должны искать Его между мёртвыми. То есть мы не должны сравнивать Христа с каким-либо другим человеком, ибо Он – Богочеловек. Альфа и Омега – начало и конец – смысл человеческой истории. Ибо, как пишет апостол Павел, мир творится им, через него и для него. Христос – подлинный смысл человеческой истории. Его нет здесь, продолжает речь ангел. Он воскрес, вспомните, как Он говорил вам, когда был ещё в Галилее, сказывая, что сыну человеческому надлежит быть предану в руки человеков-грешников и быть распяту в третий день воскреснуть. Сразу возникает вопрос, а откуда ангелы это знали? Что вот именно в Галилее Он говорил такие слова. Дело в том, что ангелы очень внимательно наблюдали за всеми действиями Христа на земле с момента Его зачатия, воплощения, рождения и до смерти, и до воскресения. Почему это имело значение для ангелов? На самом деле ангелы не проницают природу Бога до конца. В Ветхом Завете говорится о том, что ангелы, прославляя Бога, они закрывают лики свои крылами и только восклицают «свят, свят, свят». Почему они закрывают лики свои крылами? Чтобы не принять за Бога то, что не является Богом. Это очень важный такой аспект ангельского служения. И апостол Павел совершенно неожиданно пишет «Великая, беспрекословная благочестие тайна, Бог явился в плоти, проповедан в народе, показал себя ангелом, почему Павел пишет «показал себя ангелом». Так ангелы не видели Бога. И он показал себя в своем воплощении. И ангелы с живейшим интересом наблюдали за каждым его шагом, действием. Ибо для них это было великое откровение Бога о самом себе. Помните, как Христос сказал «Видевший меня, видела Отца». И мы тоже познаем Бога Отца в Его Сыне. Потому что Сын всеми Своими действиями, словами, Он раскрыл подлинное намерение Бога Отца относительно нас, показал нам характер Бога Отца как любящего Творца, который промышляет о всем своем творении. И вспомнили они слова Ибо И, возвратившись от гроба, возвестили все это одиннадцати и всем прочим. Все прочие мы знаем, что на момент вознесения Христа христиан было около ста пятидесяти человек. Но надо сказать, что предание сохранило нам информацию о том, что когда жены Мироносицы пришли в Сиомскую горницу, где одиннадцать апостолов пребывали в страхе, страха ради иудейского, они закрыли двери, и когда жены Мироносицы сказали Христос Воскресе, в ответ они не услышали слова воистину Воскресе. почему? Потому что мужчины не поверили в это. Мужчины слишком рациональны, они слишком рассудочны, такая особенность нашего мужского пола. А женщины, которые больше воспринимают все своим сердцем, их сердца были открыты навстречу чуду Христову Воскресения. Женщины более бесстрашны в некоторых обстоятельствах, где мужчина будет прятаться, женщина, она проявляет активность. То были Мария Магдалина и Иоанна и Мария Матьякова и другие с ними, которые сказали о всем апостолам и показались им, то есть апостолам, слова их пустыми и не поверили они. Здесь перечисляются имена жен мироносец и среди них мы не видим Деву Марию. А почему Дева Мария не поспешила ко гробу? Есть церковное предание достоверное, что когда Христос воскрес, первым кому он явился, это к Деве Марии и потом было видение апостола Петру. То есть на самом деле по церковному преданию Дева Мария первая созерцала чудо воскресшего, чудо воскресшего, когда он явился ей. Но жены мироносицы, те, которые свидетельствовали об этом чуде, они стали проповедниками Христового воскресения. А апостолам 11 стих говорит эти слова о воскресении показались пустыми и апостолы не поверили. Далее мы читаем 12 стих 24 главы Евангелия от Луки. Но Петр встав побежал ко гробу и наклонившись увидел только пелены лежащие и пошел назад девясь сам себе происшедшему. Но как тогда предание о том, что после Девы Марии Христос явился Петру? А почему здесь он так действует? Это было видение Петру и он не имел удостоверения, что это точно так. Но когда жены мироносицы засвидетельствовали чудо воскресения, Петр побежал ко гробу. Петр был очень импульсивный человек. Мы видим это на протяжении всего евангельского благорестования, как он ведет себя на Тайной Вечере очень импульсивно. Все отрекутся, я не отрекусь. Как он ведет себя на Фаворе, построим здесь трекущие Господу Иисусу, Моисею, Ильи, как нам хорошо тут быть, как потом он себя будет вести на берегу Галилейского моря, припояшется, прыгнет в воду, поплывет, и здесь он бежит. Вообще-то он был человеком в возрасте, но у него была юная душа, импульсивная, подвижная, живое сердце, поэтому апостол Петр, как Златоустову называет, князь апостольский, он дорог нам. И далее мы читаем о чуде явления Христа двум ученикам на дороге в Эмаус. В тот же день двое из них, то есть из учеников, это не апостолы, это другие ученики, а в то же время двое из них шли в селение отстоящее стадии на шесть от Иерусалима, называемое Эмаус, и разговаривали между собою о всех своих событиях. Они не были из числа двенадцати апостолов. Их можно отнести к числу семидесяти апостолов. И разговаривали между собой о всех их событиях, и когда они разговаривали, рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Что значит глаза их были удержаны? То есть Господь сделал так, что они его не узнали. Господь, он может воздействовать на каждого человека любым образом, как он сочтет это нужным. Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны. Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о произошедшем в нем в эти дни? Что значит один из пришедших в Иерусалим? Христос умирает на Пасху, и на Пасху в Иерусалим собиралось очень много людей, потому что это был единственный храм на планете, посвященный Богу. Авраама Исаака Иакова. И они приняли его за одного из многих паломников, поэтому они так говорят. И сказал им, о чем Христос вступает в диалог с ними, они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его пересвященники, они отвечают на вопрос Христа о чем, и начальники наши для осуждения на смерти распяли его, а мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло, но и некоторые женщины из наших изумили нас, они были рано у гроба и не нашли тела его, и придя сказывали, что они видели явления ангелов, которые говорят, что он жив. И опять некоторые из наших пошли ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. То есть нашли так, как и женщины говорили, то есть пустой гроб. Итак, мы видим, что эти два ученика Иисуса Христа, Лука и Клеопа, они пережили некоторое разочарование, потому что они ожидали воскресения Христова, но они не были свидетелями этого чуда. И они ссылаются на то, что некоторые женщины видели чудо воскресения, но у них нет уверенности, что это точно так. Если у самих апостолов одиннадцати не было такой уверенности, то тем более у Луки и Клеопии. А действительно, как нам можно удостовериться в том, что Христос воскрес? И смотрите, далее, читаем 25 стих, тогда он сказал им о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. То есть Христос обращает внимание Луки и Клеопы на пророческие писания, которые являются источниками информации о Христе очень достоверной. «Не так ли надлежало пострадать Христу и войти во славу свою?» И 27 стих, очень важный, «И начав от Моисея из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Вот это должно удостоверить Луку и Клеопа, что Христос воскрес. Свидетельство из Священного Писания. Но на самом деле этих свидетельств недостаточно. Есть другое более значимое свидетельство, это святая Евхаристия. И когда человек приступает к этому таинству, тела крови, уже не остается никаких сомнений. И об этом мы читаем далее, и приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря, останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то взяв хлеб, благословил, преломил и подал им, тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. То есть Христос познается в таинстве преломления хлеба. И надо сказать прямо, что есть несколько типов откровения Бога о самом себе. Это и мир природы, как апостол Павел пишет, мы познаем Бога невидимого через рассматривание творений видимых, когда мы созерцаем солнце, луну, звезды, мы познаем Творца. Другое откровение Бога о самом себе – достоверное откровение Бога о самом себе в книге Ветхого и Нового Завета. Но самое великое откровение Бога о самом себе конечно в пришествии Христа, в его Боговоплощение. А мы христиане евхаристически распознаем это откровение в преломлении хлеба, причащаясь тело и крови Иисуса Христа. Таким образом, если кто-то хочет иметь абсолютно правильное постижение Христа, он должен понять, что в наших теперешних обстоятельствах это божественное евхаристие. И в преломлении тела и крови Лука и Клеопа поняли его, но он стал невидим для них. А чему нас может научить вот это уточнение, он стал невидим для них. Когда мы смотрим на святые дары, то мы не видим как бы плоть и мы не обоняем кровь. Мы видим, что как бы вид вина, обаяние вина и вид хлеба. Но есть как бы и невидимая сторона. Но он стал невидим для них, то есть отныне под видом хлеба и вина невидима мы причащаемся самого тела и крови Иисуса Христа. И был такой случай, он написан в древнерусских текстах. Один татарский царевич прибыл в Москву и он много слышал, что христиане причащаются телой и крови Иисуса Христа. И он решил зайти в какой-нибудь храм, подойти поближе к чаше и посмотреть. И он зашел в храм, он был очень богато одет, у него были телохранители, и он подошел как можно ближе к чаше, он этот татарчонок был низенького роста, на высочках поднялся, заглянул в чашу, и он увидел младенца. И у этого младенца кровоточили руки и ноги. Ему было видение Христа, как от врача млада предвечного Бога, что он в чаше, в святых дарах. И потрясенный он упал на колени, исповедовал, что Бог христианский это единственный Бог, и нет другого Бога, и не может быть другого Бога. Но когда мы причащаемся, мы не видим, потому что он стал невидим. Но когда мы причащаемся с точным рассуждением, что это истинное тело, истинная кровь, и не сомневаемся, к нам относится благословение Христа, когда он сам сказал «Более благословен тот, кто не видел, но уверовал». Помните, когда Фома исповедовал Христа Богом, Христос сказал, что «Более благословен тот, кто не видел, но уверовал». Поэтому все, что здесь описывается, оно глубоко символично и имеет применение к нашей реальности. И читаем 32 стих. «И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание». Действительно, наше сердце должно гореть, пламенеть перед Словом Божьим, когда мы читаем особенно Святую Евангелие и пытаемся его понять. Это свет, который проницает наше сознание, который приносит благословение человеку. Такое всецелое благословение. Поэтому всякий раз, когда мы слушаем Писание, исследуем Писание, мы должны ощущать радость Божественного света через каждую фразу Писания, что этот свет проникает в нас. «И встал в тот же час, и встав, и встав в тот же час, возвратились в Иерусалим, то есть Лука и Клеопа возвращаются, и нашли вместе одиннадцать апостолов, бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону». То есть явление было Петру, о чем мы говорили. Это подтверждает и Писание, и предание. Но сначала он явился Дею Марии. И они рассказали о произошедшем на пути, как он, то есть Христос, был узнан ими в преломлении хлеба. И мы познаем Христа в этих евхаристических символах тела и крови. Далее говорится о том, как Иисус Христос, Господь наш, является апостолом. Когда они говорили о сём, то есть Лука, Клеопа, 11 апостолов, когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал «Мир вам!» «Мир вам!» По-еврейски «шалом алейхем!» Это, в общем-то, обычное приветствие в тогдашнем еврейском мире, но в данном случае оно имеет более значительный контекст. Святитель Анзелатоуст устанавливает, что эти слова в данном контексте означают, что во Христе мы примиряемся с Богом Отцом, потому что в результате грехопадения наших прародителей Адама и Евы все люди оказались во враждебных отношениях с Богом. И символ этих враждебных отношений с Богом был огненный херувим с обращающимся огненным мечом, который препятствовал людям вернуться в рай сладости. Златоуст настаивает на том, что когда римским копьем ударили под ребро спасителя, движение этого огненного меча приостановлено. теперь нет препятствия войти в рай. Но как мы входим в рай, от удара копья истекает вода и кровь. Вода символ крещения, кровь евхаристический символ. истекает из тела Христа удар был нанесен под ребро, а церковь его тело. То есть войти в рай мы можем как? Если мы крестимся в церкви и если мы причащаемся телой крови в церкви. В церкви не в смысле в здании, а среди народа Божия. Ибо церковь, экклесия, это собрание верных прежде всего. Поэтому вот эти слова «мир», «вам» они наполнены более значительным смыслом. И апостол Павел часто говорит, что «мир и благодать вам от Бога Отца и Господа Иисуса Христа». Только Бог Отец и Господь наш Иисус Христос являются источниками абсолютно правильного мира. То есть примириться друг с другом мы можем только в Боге и с Богом. Обрести мир в своей жизни только во Христе и со Христом. Сейчас очень много людей есть, которые как бы борются за мир. Вот президент Трамп отправился встречаться с Ким Чен Иром. Люди устраивают переговоры, о нормализации отношений. Есть даже войска, называются миротворческие войска, голубые каски. Это ложные представления о мире, потому что мир, который заключается не в Боге, не в Боге Отце и не во Христе, это перемирие, как подготовка к следующей войне, к следующему столкновению. То есть человеческий мир, он не долголетен, рано или поздно он прекращается, и люди переходят в фазу новых конфликтов. А мир во Христе и со Христом, который начинается для нас в Таинстве Крещения, продолжается в Таинстве Евхаристии, начавшись в этой нашей земной жизни, он не прекратится даже в жизни вечной. Мы будем ощущать мир с Богом Отцом в своей душе через Иисуса Христа. Когда мы участвуем в Таинствах, это Таинство примирения в той или иной степени. Итак, мы читаем далее о реакции апостолов на это явление Христа. 37 стих они смутившись и испугавшись подумали, что видят Духа. Они никогда не видели, чтобы человек воскрес таким удивительным образом, что он действует. Хотя они были свидетелями воскрешения Лазаря. А почему же они не верят тогда в воскрешение Христа и думают, что это призрачно. Они видели смерть Христа. Они видели агонию Христа. И они не могли себе преодолеть испуг, испуг, который они пережили. Но он сказал им, что смущаетесь, для чего такие мысли входят в сердца ваши. Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. А сяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. И сказав это, показал им руки и ноги. А почему здесь говорится руки и ноги показал? Имеется ввиду, что он показал раны свои. раны на руках и на ногах. И далее мы читаем, когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им, есть ли у вас здесь какая пища? Они подали ему часть печеной рыбы и сотого меда, и взяв ел перед ними, меда. Если он ест печеную рыбу, мед, это точно живой человек, он кушает пищу, и тем самым он показывает им, что его воскресение не призрачно, но точно. и сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполнится всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах. Здесь мы видим, что Христос в своей речи делит Писание на закон, на пророков и, собственно, Писание. Это еврейская структура Ветхого Завета. Первый раздел Тора, ведь книжи Моисея, второй раздел пророки, Набиим, и третий раздел Писания Катубим. А раздел Писания Катубим и начинается с псалмов царя Давида. Это такая историческая точность возложения Евангелия от Луки, она показывает нам реалии того времени. Воскресший Христос, который уже доказал свое телесное воскресение, он продолжает свидетельствовать из Писания, потому что для нас Писание это как некое последнее средство для утверждения нашей веры, как сказано, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Но самое сильное познание Бога, конечно, в Евхаристии, но мы не можем причащаться, если у нас нет познания в Писании. Ибо апостол Павел пишет, кто ест и пьет от тела и крови, не рассуждая, то есть не имея рассуждения от Писания, тот ест и пьет в осуждение, поэтому многие болеют и даже умирают. Далее мы читаем, тогда отверз им ум к разумению Писаний. Дай Бог, чтобы Господь и нам отверз ум к разумению Писаний через чтение книг Святых Отцов, через наставление Церкви, которое нам преподают пастыри и архипастыри, тогда отверз им ум к разумению Писаний и сказал им, так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. Он точно воскресает в третий день, первый день пятница, второй день суббота, третий день сверхъестественный, когда Он воскрес, Он воссиял ярким светом. И проповеданно быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. То есть все народы теперь должны быть посвящены в тайну Христов воскресения. Они должны срастворить эту тайну верой в своих сердцах, и этот спасительный догмат станет началом их спасения. Вы же свидетели сему, говорит Христос, обращаясь к апостолам. Что значит свидетели? Вы видели своими глазами, вы слышали своими ушами, вы осязали своими руками. Помните, мы с вами говорили о том, почему у нас четыре Евангелия? Не одно, а именно четыре. Потому что в законе Божьем сказано, любое слово верно при устах двух-трех свидетелей. Так сказано в Моисеевом законе. И мы имеем четыре Евангелия, четыре свидетельства об Иисусе Христе в полном соответствии с законом Божьим. Причем у нас избыток свидетелей. У нас не два-три Евангелия, а четыре Евангелия. То есть избыток свидетельств о чуде воскресения Христа, о его жизни, о проповеди Святого Евангелия. Вы же свидетели сему, а мы являемся ли свидетелями Иисуса Христа? В том смысле, когда мы свидетельствуем другим людям, что Христос сотворил в нашей жизни с нами. Каждый может нести такое свое свидетельство о том, как Христос проявляется в его жизни. Когда мы рассказываем о чуде исцеления, которое мы можем пережить в нашей жизни, или о чуде терпения в самых тяжелых обстоятельствах, это очень достоверные свидетельства. И далее Христос говорит, и я пошлю обетование Отца Моего на вас, то есть Духа Святаго, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обличетесь силою свыше. Сила свыше это благодать Духа Святаго. Дух Святой это божественная сила, божественная любовь и божественная истина. Но Дух Святой это и личность, это божественная личность, которая научает и наставляет нас на всякую правду. Все писания Ветхого и Нового Завета написаны Духом Святым. Сказано, никогда пророчества не изрекались по воде человеческой, но изрекали их мужи Божии, будучи движимые Духом Святым. Духом Святым совершаются и все таинства Церкви. Итак, Христос сказал своим ученикам, что они облекутся силой свыше. Это произошло в День Святой Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на апостолов в виде огненных языков и они заговорили на разных языках. И окончание Евангелия от Луки и двадцать четвертой главы Евангелия от Луки и вывел их вон из города до Вифаний, то есть на Ильонскую гору, и подняв руки свои, благословил их, и когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. То есть он благословляет учеников и в этот момент начинает возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме, то есть в Иерусалимском храме, прославляя и благословляя Бога. Прославление и благословение – это два типа иудейской молитвы ветхозаэтного периода. Прославление – это чтение псалтыри «Сефер тегелим» – книга восхваления, так называется псалтырь, а благословение – это еврейская баруха, многие молитвы в те времена начинались именно с баруха. Барух ата адонай – благословен ты Господь. И Евангелие оканчивается словом «Аминь». Скажем это слово «Аминь». Это слово означает истина так. Мы закончили с вами изучение Евангелия от Луки. У нас было 24 воскресных дня за этот учебный год, когда мы собирались и изучали это Евангелие. Вместе с нами на портале «Экзегет» очень многие люди тоже изучали это Евангелие и изучают. Там люди заходят сотнями, тысячами и исследуют тоже слово Божие. Я поздравляю и вас, и себя, что мы справились с этой общей задачей. Вы молитвенно поддерживали меня. Я готовился по текстам святых отцов, чтобы эти занятия принесли нам утешение и религиозное назидание. Спасибо.